luminar neo универсальное приложение для редактирования фотографий разработанная skylam и доступная для windows и mac os друзья всем огромный привет идея сделать обзор на программу luminar у меня зародилась очень давно еще несколько лет назад когда если я не ошибаюсь у нее не было приставки neo я ее открыл поковырялся посмотрел и мне она не понравилась были там какие-то элементы улучшайзинга hdr красочность еще что-то но это было настолько скудно и не интересно что я это дело забросил в долгий ящик но время шло в нашу жизнь ворвался искусственный интеллект и нейросети я на днях установил эту программу и о чудо к ней прикрутили искусственный интеллект и она на самом деле впечатлила в общем я несколько дней в ней поковырялся и сегодня хочу сделать обзор и это абсолютно не реклама никаких реферальных ссылок под видео не будет ну а если вы хотите установить пробную версию программы luminar neo заглядывайте в чат моего телеграм-канала я вам подскажу как установить это приложение и попробовать посмотреть на что она способна ну а если ты впервые на моем канале не забудь заглянуть на мой сайт и забрать в подарок набор пресетов desire ну а если ты смотришь меня уже достаточно давно и у тебя есть желание поддержать мой канал то в обмен на донат ты можешь получить бессрочный доступ к большому авторскому сету 1000 пресетов плюс который с недавнего времени стал пополняться курсом виртуоз обработки и доступен уже первый урок курса но я напоминаю что вы на канале art photo life меня зовут серджио и больше не будем терять времени погружаемся в изучение luminar neo поехали итак друзья открыв приложение вашему вниманию вываливается 5 туториальных снимков обучающих и вы можете легко и просто по кнопкам изучить основные фишки luminar neo итак друзья первая фотография архитектурная мы видим две большие кнопки и первое нам предлагает изменить небо кликаем на нее и пробуем у нас сразу открываются дополнительные небеса и нам на выбор предлагается бесплатных два набора и дальше уже идет платный набор давайте заглянем в бесплатный наборчик самый первый посмотрим что здесь такое есть и здесь нашему вниманию предстает коллекция неба от звездного с видимыми галактиками до закатных красивых облаков недаром здесь выбрали эту фотографию потому что здесь есть отражение в воде и как вы заметили небо меняется сверху причем очень четко не затрагивая границы областей вот этих ярких красивых домиков и также она и отражается и в воде но не так насыщенно а именно так как должно небо отражаться на водной глади ну что ж друзья это очень даже неплохо давайте заглянем в следующий набор посмотрим какая здесь коллекция во втором наборе у нас драматические небеса ну что же это тоже выглядит достаточно неплохо я бы свой выбор остановил бы вот на таком бы небе мне кажется для этой фотографии очень даже неплохой вариант следующая кнопка друзья нам предлагает улучшить качество снимка давайте кликнем на нее и посмотрим далее что умеет luminar neo поехали после нажатия кнопки у нас автоматически открывается панелька улучшайзинга и смотрим что у нас делает верхний ползунок он добавляет яркости и нижний ползунок делает более темным небо ну что же это очень даже неплохо далее никаких волшебных кнопок я тут не вижу но что интересное смотрим чуть выше кроп и на нем тоже стоит приставочка а и кроп на основе искусственного интеллекта такое разве бывает давайте кликнем на кнопочку горизонт ну что же горизонт автоматически выровнялся это уже неплохо но меня больше интересует кнопка композиция который прикручен искусственный интеллект да ладно посмотрим об ну что же программа нам предлагает вот такой вот кроп и искусственный интеллект считает что так композиция выглядит лучше может быть давайте кликнем enter вот такую фотографию мы собственно говоря получили мы можем посмотреть было стало нажимая на глазик в самом низу и двигаемся дальше смотрим что умеет еще luminar neo переходим в каталог выбираем следующее изображение на этом изображении нам предлагается почистить лишние объекты мы конечно же с вами любим людей но иногда они чертовски мешают сделать красивую фотографию особенно в людных местах откуда вас боже мой как муравьёв набежала кликаем apply rise у нас появляется кисточка в правой панели мы можем отрегулировать ее размер и давайте уберем вот этого мужичка куда это он собрался у нас такая волна а он воду полез сразу можем выделить еще какой-нибудь объект еще какой-нибудь объект ну или в данном случае субъект уберу вот этого чувачка но пока не уберу пока еще выделю выделю посмотрим как сейчас luminar справиться с этой задачей давайте мы всех людей вообще из моря вытащим потому что объявили штурмовое предупреждение они все полезли купаться после выделения нам необходимо кликнуть на кнопочку и райс прошло несколько секунд и о чудо люди исчезли остались кое-где какие-то следы давайте посмотрим возьмем поменьше кисть и уберем эти следы нам не нужно чтобы они осталось ни одного следа присутствия земной цивилизации на переднем плане выделили райс отлично друзья отлично я просто в восторге едем дальше итак переходим в каталог выбираем третье изображение здесь нам по верхней кнопке предлагают применить какой-либо пресет давайте попробуем это сделать итак в правой панели у нас громадная коллекция просто пресетов фильтров лутов не знаю назовите как хотите давайте выберем что-нибудь такое urban style так выпадает несколько пресетов all-town тепленький такой пресет ну ничего достаточно интересно более прохладной торонто более такой неоновый мельбурн ну симпатично и bay street предлагает нам достаточно неплохой чб и вот фильтр нью-йорк мне нравится больше всего я на него кликаем мгновенно появляется ползунок интенсивности и я могу отрегулировать этот пресет снизив немного его прозрачность и смешать с оригинальным изображением пусть наложение будет сто процентов справа у нас есть сердечко мы можем поставить жирный лайк и сохранить этот пресет в наших любимых итак друзья пресет мы с вами применили внизу кликаем глазик было стало что же неплохо и теперь посмотрим что нам предлагает нижняя кнопка нижняя кнопка желтая нас учится сохранять изображение кликаем правом верхнем углу сразу вывалилась окно мне предлагается сохранить либо в папке либо отправить на почте я выбираю папку и так у меня выпадает еще одно окошко в котором я могу выбрать место сохранения могу каким-нибудь образом обозвать свою фотографию изменив имя формат jpeg png tiff jpeg 2000 photoshop и pdf ниже идет шарпен это увеличение резкости при сохранении минимальная средняя и высокая ну давайте выберу минимальную далее ниже можем поменять размер далее выбираем мы цветовое пространство ну здесь по умолчанию стоит и это правильно srgb далее мы можем поставить количество точек на дюйм для печати на бумаге как правило ставит 300 по умолчанию у вас будет стоять 240 это на качестве изображения не отразится ну и последний ползунок качество по умолчанию стоит сто процентов кликаем экспорт так как я раньше уже тренировался и эту фотографию сохранял у меня вылазит окошко в которой мне предлагается либо сохранить оба снимка либо скипнуть предыдущую давайте сохраним оба ну что ж друзья едем дальше кликаем каталог выбираем портрет и что же нам предлагается и предлагается нам изменить фигуру но после нового года наверное это актуально давайте кликнем и посмотрим внизу вываливается окошко и таким образом верхнем ползунком мы можем слегка убавить талию двигая вправо а нижним ползунком немного втянуть живот вот так вот хватит есть пельмени ну что же по моему очень неплохо каталог едем дальше и у нас вот такая замечательная интересная модель здесь нам предлагается четыре изменения и первая слева желтая кнопка предлагает нам добавить сияние и свечение в наш портрет достаточно интересный инструмент у нас стоит здесь уже одна точка и я так понимаю что это источник света давайте поставим его вот сюда и теперь ползунок amount двинем немного вправо и как вы видите у нас появляется свечение ниже мы можем добавить этому свечению насыщенности хью поменять соответственно тональность этого свечения добавить размытия яркости ну это круто а нажав кнопочку light customization мы можем выбрать вот такие вот интересные полоски которые появляются когда свет проходит например сквозь и жалюзи прикольно друзья я могу выбрать размер этих световых полос и дополнительно выбрать какой-нибудь рисунок shatters stars line пальмовая ветвь ну блин ребята это очень здорово это очень здорово я честно говоря в восторге давайте мы уберем пока эти полоски это требует дополнительного изучения и экспериментов но это впечатляет добавляем плюс у нас появляется дополнительный источник света который мы также можем направить то место с которого мы хотим поставить вот этот искусственный светильник и направить на лицо модели кликаем mount личико осветляется но посмотрите какая прелесть но это здорово давайте я верхний свет слегка прижму вот таким образом мне кажется выглядит более естественно и давайте посмотрим до применения этого инструмента и после применения до после посмотрим друзья что нам предлагает следующая кнопка а следующая кнопка нам предлагает сделать красивее кожу и так выбираем инструмент который называется skin и посмотрим что у нас происходит верхний ползунок достаточно щадящий улучшает разглаживает кожу убирает с нее крупные дефекты при этом глаза губы и контуры носа остаются в резкости что немаловажно и нижний ползунок у нас убавляет лишнее свечение на коже это неплохо давайте кликнем ниже на галочку skin defects removal ну что же достаточно интересно кликаем еще одну кнопочку который называется retouch the face посмотрим что нам предлагает тут здесь нам предлагается осветлить лицо а нижней кнопкой мы можем сделать наше личико слегка по стране и ох уж это новогоднее обжорство и последняя кнопка кликаем нас направляют в верхнюю панель который называется усиление давайте посмотрим общее осветление нашего портрета ну что ж друзья очень даже неплохо очень даже неплохо кстати в каждом инструменте есть элемент масок и можно отдельно поработать с кистями с градиентами либо применить искусственный интеллект и на основе него создать маску это круто и так друзья мы обработали портрет давайте посмотрим до после до после однако неплохо и давайте посмотрим в правой панели у нас кучу инструментов что еще умеет луминар нео и так а умеет она бороться с шумом опять вместе с искусственным интеллектом добавлять супер резкость добавлять красивый магический свет далее идут у нас стандартные настроечки которые мы можем увидеть в lightroom или в capture one это экспозиция контраст светлые участки тени здесь присутствует тоновая кривая можно отдельно поработать с цветом можно ручками поработать с резкостью с шумом устранить оптические искажения с ластиком мы уже знакомы структура на основе искусственного интеллекта детализация устранение шума дополнительные инструменты улучшения пейзажей супер контраст цветовая гармония инструмент dutch and burn клонирования снизу друзья у нас глазик это как мы уже поняли было стало кнопочка посмотреть до после и здесь есть вот такой вот слайдер дальше идет масштаб и применить какое-либо действие либо сохранить наши изменения в пресет либо сбросить все настройки слева у нас работа со слоями и в правом окне мы можем изменить интенсивность наложения слоя верхняя панель друзья содержит 3 кнопки 3 перехода либо вы находитесь в режиме редактирования эта кнопочка edit либо вы находитесь в режиме выбора пресета либо вы находитесь в каталоге это работа с файлами и с каталогом и при переходе в каталог у нас справа появляется дополнительная панель где мы можем поработать с фокус стекингом hdr увеличить размер фотографии или собрать панораму набор инструментов просто широкий и невероятный я друзья полюбил luminar neo и я считаю что это маст хэв для любого фотографа очень интересный и достойный инструментарий ну вот друзья на этом все надеюсь видео было полезным и интересным если это видео вам зайдет и мы с вами наберем хотя бы 3000 просмотров то я обязательно сниму продолжение и мы разберем с вами другие возможности этой программы погрузимся в нее глубже детальнее и посмотрим что она умеет делать еще кроме тех функций которые я сегодня вам показал а с вами как всегда был серджу друзья желаю вам творческих высот всем добра и мира и до скорой встречи в следующих видео всем пока пока